Анатолий Эдуардович, разрешите поприветствовать вас согласно введению времени. Добрый день. Добрый день. Коронавирус, как известно, отменил многие мероприятия, и наши инвесторы очень интересуются. А что насчет нашей деятельности в Шарже? Что насчет Инотранса? Что насчет Экспо-2020? Не могли бы вы ответить? Ну, коронавирус не отменяет Скайвэй. Работы плановые идут по графику. Мы сейчас уже заканчиваем первую фазу. Это первая линия Скайвэй, где 400 метров провисающей дороги. Две станции, совмещенные с санкарными опорами, где будут и диспетчерские, и лаборатории. И потом два участка ненапряженных, где есть элементы депо для ремонта и восстановления машин. И сейчас мы строим вторую линию. Это ферменная конструкция. Мы немного отложили начало стройки путевой структуры. Это не связано с коронавирусом. Связано с тем, что законодательство Эмиратов, оно построено на европейских нормах. И там для мостовых сооружений, для эстакад, а Скайвэй это путевая структура, это раздвинулась эстакадой транспортной. Требования к циклическим нагружениям долговечность более жесткие, чем, допустим, в Белоруссии и в России. Поэтому мы здесь строили ферму на сварке. Но когда мы проверили по другим нормативам долговечность путевой структуры, построенной на сварке, то в условиях Эмиратов там где-то 10 миллионов циклов нагружения нам бы выдержало. Это не больше 10 лет структуры. А мы должны гарантировать 100-летнюю структур службы. Поэтому мы перешли на болтовые соединения, это высокопрочные болты, где сварки вообще нет. Естественно, пришлось пересчитать всю конструкцию. Это заняло определенное время. Пришлось перезаказать комплектующие материалы. Струны остались, а вот металл, он изменился. И поэтому из этого начало монтажа путевой структуры сдвинулось. Ну, скоро мы уже начали строить остальные опоры и скоро начнем монтировать путевой структуры. Поэтому к СП-2020 часть путевой структуры фермы будет смонтирована. Причем мы так спроектировали участок, ну и так и строить будем, что уже та часть дороги, которая построена, она уже может эксплуатироваться. Но упор мы хотим сделать на четвертую линию, где будет провисающая путевая структура уже с большими пролетами. Пролеты будут несколько сот метров, а не как у фермы, там пролеты 48 метров. И где будут курсировать уже тяжелые машины. Мы здесь, в Беларуси, не можем пустить тяжелые машины. Ну, все в ряда причин, потому что мы с нуля начинали. Нам не было ясно, какие у нас будут заказчики. И поэтому мы показывали более дешевые варианты, более простые. И под нагрузку не более 8 тонн. А сейчас у нас много потенциальных заказов, когда надо перевозить десятки тысяч пассажиров в час. Для этого должны курсировать уже не отдельные юнибусы, не маленькие, а большие юнибусы. Причем в сцепке в виде поездов небольших. И перевозка большого количества грузов, в частности морских контейнеров. И поэтому под эти нагрузки, которые превышают 50 тонн, мы и спроектировали вот четвертую линию, которая будет идти вдоль дороги. Вот тут дорога, потом университет, и вот вдоль нее будет эта линия идти. Мы ее планируем построить КСП-2020. Если, опять же, вот это паранойя, я по-другому назвать не могу, с коронавирусом будет продолжаться, то, возможно, сроки придется сдвигаться. Могу подытожить, что мы не болтаем, болты мы используем для укрепления соединений. Причем высокопрочные, а не обычные. Спасибо большое. Интересует очень наших инвесторов такой вопрос. Ведь участие в Экспо-2020 это недешевое удовольствие. Не будут ли их деньги потрачены зря? И может случиться, что вот эта истерия все-таки не закончится даже до конца года. Некоторые предрекают и подобные сценарии. Что вы можете ответить? Ну, у нас разные варианты, сценарии развития событий в мире, да? И тут же и грядет и кризис еще экономический, так? И поэтому у нас есть вариант участия полномасштабно в Экспо-2020, но мы не знаем, возможно, его и перенесут, как сейчас отменяют многие соревнования, фестивали. Даже чемпионат Европы по футболу перенести на следующий год? Да, да, да. Неизвестно, что с Олимпиадой в Токио. Это нельзя исключить, да. Потом, не надо думать, что Экспо-2020 это дешевое удовольствие. Нет. У нас есть официальный ответ у строителей выставки, что для той экспозиции, какую мы хотим представить, спонсовская помощь от 5 миллионов долларов. Это без стоимости участия, это спонсовская только помощь, да? Она должна начать экспозицию поставить и полгода ее обслуживать. Маммамия, как говорят наши итальянские друзья. Это еще несколько миллионов долларов, да? Поэтому есть разные варианты участия, но я думаю, что такие деньги не смысл тратить. Так, ведь более полномасштабная выставка, экспозиция у нас в 10 километрах, в Шаджи, в национальном центре, где есть действующая уже дорога, первая линия уже действует, да? Где мы строим другие линии, и одну из них тоже построим. Где мы можем выставить экспозицию всех наших транспортных средств. Где мы можем провести прекрасные презентации, и это нам ничего не будет стоить. Потому что мы сделаем это на своей площадке. Тема Объединенных Арабских Эмиратов и наших проектов там вызывает, естественно, самый большой интерес. Интерес. Недавно все всполошились по поводу новости, которая была опубликована в местных, я имею в виду, в эмиратских средствах массовой информации, о том, что якобы подписан был договор с одной из компаний, не буду произносить название, чтобы не делать рекламы бесплатные, о строительстве инновационных транспортных решений в одном из эмиратов. Какая компания, назовите мне. Все-таки назвать? Конечно, почему? Бимкар. Да. Английская компания. Английская. Как ни странно, почему столько много вопросов? Использованы все наши названия, использованы все наши фотографии, видео, наши, я имею в виду, Юникара и Юнибайка, которые мы год назад показывали в Шардже. Даже с надписями Skyway и Skypods, программ, в которой мы участвуем. То есть, ну, наверное, пора ответить. Это как именно с коронавирусом, когда на ровном месте возникают какие-то проблемы. Я не вижу здесь никаких проблем. И спасибо этой компании за рекламу нашей технологии. Потому что все заинтересованные знают, чья это технология, чья это машина и так далее. Это не знают только журналисты, которые вот это все и пишут. И дело в том, что не надо думать, что мы такие глупые, недалекие и не видим, что происходит. Не надо думать, что мы ничего не делаем, чтобы защитить Skyway, институционный соц и так далее. Статьями, публикациями не защищается. Это защищается патентом. Мы активно патентуем в Объемных Арабах и Эмиратах. И торговые, в том числе, названия, и Unibike, и Unibus запатентованы. И изобретения, которые созданы в Skyway за последние годы, ну, самые значимые, те, которые мы будем там воплощать в тестовых участках или в адресных проектах, тоже там патентуются. А видно, то компания-то устраивает. Ну, это их проблема, а не наша проблема. Так, и спасибо им за рекламу нашей разработки. И когда они же не подписали контракт, они подписали MLU, как и мы подписали. То есть протоколы намерения. Да, не контракт, это другое дело. Это опять же журналистская ошибка. Да, журналистская. Это не заказчик, не РТА сделал. Это журналисты. Они везде видят то, чего нет. Ну, чтобы красиво написать, там, что-то еще. Может, они просто не видят разницу? Что-то подписано? Абсолютно. Они же, ну, многие журналисты не очень умные люди. Они не очень умные люди, так. Не очень приятно это слышать. Ну, вы же не просто журналисты. И нет, они вас жадуют. Я сказал, многие, но не все. Не исключение, может быть. Редко, кстати. Поэтому, как снимать и устраивать разборки, это просто смешно и бессмысленно. А заказчик, естественно, это серьезный проект, он объявит тендер. И вот эта компания, а один из участников тендер. И фактически они сами себя сейчас высекли, потому что они пытаются, ну, неважно, журналистка это вина или их вина, это неважно, да, чужую разработку представить как свою. Ну, это же на тендере все будет очевидно. И они просто вылетят с него. Ну, так и нам хорошо, меньше конкурентов будет. Несмотря на то, что вы говорите о коронавирусе как о раздутой какой-то, о мыльном пузыре, о раздутой мнимой проблеме, тем не менее, может же когда-то возникнуть и реальная эпидемия, наши транспортные средства будут двигаться на первых порах, на скоростях 500 км в час, в немного отдаленном будущем, даже в два с лишним раза быстрее. Есть такие планы, вы как-то их озвучивали на Экофесте. Есть ли у нас какое-то решение о неразнесении подобной заразы с такой скоростью в будущем? Ну, от скорости это не зависит. Земля движется в скорости 29 км в секунду вокруг Солнца, но это не способствует, не мешает расстранить коронавирус. Это вещи не связаны одно с другим. Там это связано с коммуникативностью. Если коммуникативность людей возрастет, значит он быстрее будет расстраняться. Если не возрастет, а наоборот уменьшится, то меньше. И дело в том, что у нас можно так организовать логистику движения, что больные на станции еще могут отсеиваться и направляться в карантин и так далее. Они не попадут в транспортные средства и тогда не смогут распространять какие-то вирусные, инфекционные заболевания. И о том, что возможно пандемия, я уже давно говорил об этом, потому что есть причин, на самом деле, несколько. И одна из них, человечество возомнило себя царем природы, а на самом деле мы, наверное, менее значимы для биосвердива, чем плесень обычно. И поэтому человек, встав на технократический путь развития, создал индустрию, которая стала убивать биосферу. В первую очередь почвы, иммунная система планеты, биосферы, это почва и почва микрогранизма, которая даже, начиная от пахоты, уничтожается, потом химия, потом удобрения минеральные, потом растения выносят всю таблицу именделева из почвы, а туда попадают только четыре химических элемента в виде удобрения. И поэтому ослабляется иммунная система планеты и иммунная система человека. И рано или поздно возникнут пандемии. И вот это детский сад, на самом деле, коронавирус. Может возникнуть более серьезная пандемия, в том числе не обязательно рукотворная. Это может просто произойти мутации микроорганизмов из-за вот этого гнета. И, естественно, будет ответная реакция природы на действия человека. Спасибо. Но самое главное, что мы работаем над тем, чтобы не допустить подобное в будущем на наших линиях. Да, но все равно, если мы не прекратим гнет на природу, еще раз говорю, что коронавирус – это будет детский сад. Это будет гораздо все более серьезно. И неважно, это человек сделал или природа ответила человеку, через мутации, через другие вещи. О чем я уже говорил много-много лет. Поэтому я серьезно занимаюсь и почвами, и знаю, как сделать иммунную систему правильной планеты. Так, возродить плодородие почвы, сделать эти почвы, восстановить реликтовые почвы, которые были 100-200 миллионов лет назад, когда не было никакой индустрии. Мы с помощью угля, которые, буря уголь, сланцы те же, их лучше не сжигать, а превращать в гумус, потому что, и у нас эта технология есть, у меня эта технология есть. Потому что уголь – это буршее дерево, а дерево взяло все для жизни из почвы, это где-то 70-80 химических элементов. И мы вот тоже анализируем, кстати, у меня же есть программа еще о усвоении космоса, вынесении индустрии в космос, и там тоже есть вопрос, как обслуживать эту индустрию. Должны быть эко-космодома, поселения для людей, где условия должны быть не хуже, чем на Земле, даже лучше. Значит, должна быть гравитация, должна быть экосистема, то есть почва, трава, цветы, деревья, плодовое, животное, воздух, наполненный запахом цветов, а не чего-то там, да. И основа как раз почва и вот иммунная система эко-космодома. И поэтому я давно задумался, а как эту почву сделать. Задумался о том, что такое почва, да, и вот это оттуда вы знания пришли, потому что над этим работал уже много десятилетий. Потому что я скорее возник, как отпочковался от спейс-вэя, от общепланетарно-транспортного средства. Вот первое, что я придумал, еще будучи школьником, потом в институте учился, да. И вот тогда я задумался об этих вещах, да. И понял, насколько важны вот эти вопросы. И у нас есть решение, как это исправить. Ну, во-первых, не надо закатывать почву в асфальт и под шпалы, да, закатывать. А идти над землей, и поэтому возникли скрывы. И мы можем вернуть землепользователям 5 где-то площадей Великобритании, которые закатаны в асфальт и похоронены под шпалы. Естественно, вот это-то и мною движет. А не деньги, как некоторые думают. Я не думаю о деньгах. Там, что я хочу, там, виллу купить или там, я не знаю. Хотели бы, давно могли бы это сделать. Да, я мог и банковское дело, или там еще куда-то. У меня достаточно, если не только там изобретательские какие-то навыки, умения, таланты, но и бизнес есть, способности, да. Но я не уходил. Наоборот, я вот шел, несмотря на трудности, я не скрываю, что у меня 7 раз все отнимали до нуля. Я как вот с нуля, с пепла возрождался, да. И поэтому были очень тяжелые времена. И вот нынешнее время, ну, трудно, но я не скажу, что для нас и для меня тяжелые. Нет, мы пройдем это достойно. Поэтому, дорогие друзья, выбора нет. Строй SkyWay! Спасай планету! Продолжение следует... Строй SkyWay! Продолжение следует... Продолжение следует...